Приветствую вас, я вам просто сейчас прослежу один момент, да, который, ну, мне видится, а дальше вы уже решите для себя, наверное, сами, как будете поступать, что будете делать и так далее. Смотрите, мужчина впечатливый вас ревновал до того, как вы родили ребенка. Ревность означает, что человек не уверен в себе и что человек пытался вас удержать, пытался вас подчинить возможности себе, вот, и так далее. То есть для него было угрозой то, что вы там, ну, не знаю, какие-то действия совершали, да, может быть, и так далее. Сейчас, когда вы родили ребенка, он понял, что вы его, как бы, если вы от него никуда не денетесь, вот, и поэтому он признал что-либо делать, вот и все. И правда в том, что у вас занижена самооценка, и правда в том, что у вас есть определенные ожидания от мужчины, вот. И именно с этим, в первую очередь, вам и нужно работать. Далее, я не совсем понимаю, для чего вы родили ребенка. То есть такое ощущение, что вы возлагали какие-то надежды на своего мужа, да, и считали, что он будет помогать и так далее, и так далее, и так далее. Но разве вы сами ребенка не хотели? Разве вы сами не счастливы от того, что у вас появился ребенок? Это тоже мне непонятно, каким значением вы наделяете своего ребенка. Дальше. Следующий момент заключается в том, что довольно часто бывает так, что люди, мужчины, после того, как женщина родит, да, ага, значит, ну, отдаляется от них, от женщины, вот, ему становится неприятно, с ней находиться, теряется либидо, потому что, ну, она в большей степени становится матерью, а насколько вы ярко выраженно ведете себя как женщина, насколько вы мотивируете своего мужчину на то, чтобы вам, ну, что-то делать для вас, да, то есть, по сути, это же его ребенок тоже, и вы можете просто поставить его перед фактом, что он вам помогает с ребенком, и все. А вы такое впечатление, что ждете, просто делитесь с ним обидами, то есть, по сути, высказываете ему то, что вы, ну, то, что вы ожидаете, то, что вы ожидали, да, вы высказываете ему свои желания, но ваше желание это одно, а то, что делает мужчина, это совсем другое, и в зависимости от того, какие у вас отношения, с человеком, ну, вот, ну, нужно из этого исходить и проявлять себя соответствующим, вот, понимаете, какая история. Также, Марина, не очень понятно, а, ну, какой у вас вопрос к психологам, то есть, совершенно очевидно, что вы имеете в своих отношениях системные проблемы, совершенно очевидно, что это так. С теми и проблемы вам сейчас нужно решать, потому что ребенок, он, получается, растет в такой конфликтной, ну, обстановкой, вот, и, в общем-то, как бы, вам в первую очередь нужно думать о себе, во вторую очередь нужно думать о ребенке, и уже в третью очередь думать о своем мужчине. Вот, поэтому сформулируйте свою повисцию так, чтобы это была забота о себе, и сформулируйте вопрос к психологу. Вот, потому что, вот, вы видите, что у вас были ссоры из-за ревности, но вы с этим ничего не делали, вам это нравилось. То есть, как бы, мне кажется, проблема, на чем она в этом заключается, в том, какого вы выбрали себе, значит, ну, мужчину. Вот, и именно с этим вам в первую очередь и нужно работать вместе с психологом, вот. Вот, параллельно с этим, такой вариант, рассматривая, почему мужчина не хочет, а, значит, ну, почему мужчина не хочет ничего делать для своего ребенка. Вот, то есть, как бы, у него нет к нему чувств, к ребенку, или как, или что, или что. Вот, на этот вопрос тоже я предлагаю вам подумать над этим вопросом. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.